Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Северодвинска, Архангельской области, Александр Кравчук. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги! Я приветствую! Рады вас видеть! Как вам сегодняшний день? Что интересного? Ну, день как день, так-то на самом деле, по большому счету, ничем не выдающимся не отмечается. Ну, а интересного? Ну, в принципе, давайте посмотрим на графики, что было две недели назад, мы с вами встречались, какие у меня были мысли, и, соответственно, во что это превратилось. Вот мы пошли в списеле, Александр, как раз включается. Так, экран есть. Так, ну, давайте вспомним, это евро-доллар, по порядку пойдем по тем же инструментам, что было. Предполагал я, соответственно, выход цены на новый максимум, ну, формально он, может быть, и состоялся, и уход на коррекцию. Единственное, что было предположение, что коррекция будет не такая глубокая, она 1.10.50 остановится. Ну, это один из вариантов, да, в принципе, ничто, как бы, не было запретов таких особенных для того, чтобы она ушла и пониже. Ну, вот, сходили чуть ниже, вот, в район там 1.10, там 10.15, по-моему, цена была минимальная. Ну, смысл в чем? Наверное, в принципе, есть все-таки необходимость пересмотреть данный участок на более, ну, такую гармоничную, с точки зрения своей пропорции и своего вида разметку. То есть, вот, все-таки остановиться вот на таком вот восходящем движении импульсном, да, с удлиненной пятой волной, вот здесь вот, да, то есть вот так вот я предлагаю попробовать это рассмотреть. Вот в таком варианте у нас получается волна 5 длинная, отмечается это в волновом анализе как extension, буква X удлинения. Вот, вот, допустим, это все 1 или А у нас, тогда, в принципе, здесь мы можем наблюдать такую модель, как какое-то трехволновое движение, опять движение, состоящее из нескольких троечек, да, то есть здесь их по большому счету 4, допустим, это может быть двойным зигзагом. И, соответственно, вот у нас что-то такое более импульсное развивается вниз. В принципе, это все может быть волновой плоскостью, отмечается на буквами А, В, С, соответственно, да, В примерно стремится к максимумам старта А, то есть вот к этой точке, так оно и произошло, то есть она может пробивать, может немножко не доходить, вот, но по большому счету в этот уровень цена должна приходить при такой модели волновая плоскость, вот она, в принципе, исполнилась. И вот здесь у нас, соответственно, сейчас финализируется волна С. Ну, при удлинении в пятой волне растущего импульса как раз следующая коррекция должна всю эту, всю зону удлинения заторговать обратно. То есть примерно прийти в уровень там 1.10.30, 1.10, ну, плюс-минус, ну, туда мы где-то примерно и пришли. То есть я к чему веду мысль, к тому, что снижение по евро-доллару вполне вероятно финализируется. И где-то в этих вот уровнях, то есть до 1.10, там, может быть, там чуть-чуть мы этот уровень формально будем пробивать. Вот, ну, в принципе, должен, по итогам, наверное, сегодняшнего торгового дня, он должен остаться, соответственно, не заторгованным сильно. То есть я ожидаю разворота по евро-доллару наверх и уход обратно, ну, за какое-то количество там торговых дней, уход обратно на новые максимумы локальные, и, соответственно, к 1.12. То есть в сухом остатке можно сказать, что поправить разметку, да, сделать ее вот таким образом. Тут видно эти образующие линии, которые я пытался оставить, и где-то здесь новый максимум 1.12. А вообще цель сейчас лучше перенести на 12.65. Это будет минимальная пропорция для всего восходящего движения в виде какого-то простого трехволнового паттерна, если тренд не разовьется во что-то большее. То есть при такой логике 12.65, в принципе, нам должны по цене давать, ну, а там как пойдет, может быть, даже больше. Вот, в принципе, по евро-доллару что. По фунту, по фунту было ожидание, давайте я, конечно, переключусь все-таки на свечи, чтобы лучше было видно, хотя волновики, в принципе, работают больше с барами. По фунту было предположение о том, что коррекция у нас здесь какая-то трехволновая пройдет в районе волны 4, полагаемой. Так оно, в принципе, пока и выглядит, причем даже достаточно неплохо мы сходили к уровню 1.27.50, 1.60 примерно было намечено. Цена чуть-чуть повыше остановилась, ну, сами понимаете, да, там выдвижение там в 200 пунктов, там на 10 пунктов ошибиться, это, в принципе, мне кажется допустимо. Все-таки применительно к рынку Форекс, так как он маржинальный, да, и уж такие точности, наверное, в принципе, не так легко постоянно определять. После чего цена достаточно импульсно отскакивает, немножко корректируется сейчас, стоит здесь, то есть это дневной таймфрейм, если пониже опуститься, можно увидеть здесь больше похожую на импульсную структуру. Ну, я рассчитываю, что тренд наверх как бы продолжится у этой цены, и мы показываем новый максимум 1.30 по фунту в ближайшие дни. Ну, а вообще конечные у него цели этого восходящего движения в район 1.33, что в принципе аккуратно, соблюдая риски, но здесь есть чем поторговать, тут достаточно неплохой потенциал, порядка 400 пунктов наверх. Я думаю, что это нормальная торговая идея, которой можно как бы по идее попробовать поработать, но не в плане от меня торговая идея, а в плане как бы вообще ситуации на рынке. Потому что торговать не торговать, смотрите сами, я в принципе не считаю, что мои какие-то мысли здесь являются прямыми торговыми рекомендациями. Ну, и все это такое бла-бла, как вы знаете, да, в соответствии с новым законодательством. Такой дискваймер. Соответственно, по рублю тоже ожидалось, да, выход из проторговки вниз. Состоялся он в район 63 копеек, ой, 63 рублей, извините. Ну, можно сказать и копеек, да, по-старому. Оговорился. Шучу, конечно. Состоялся выход вниз на 63 рубля и возврат обратно в каком-то восходящем движении. В принципе, наверное, это можно считать как началом нового восходящего движения. Сильно большой динамики, в принципе, здесь не обещаю. Но если это, в принципе, движение тоже должно быть импульсным, и у него цель новые максимумы вот эти и вот эти, то есть это, соответственно, там 67 рублей и 70 рублей, путь не близкий. Времени здесь, в принципе, должно быть потрачено тоже не очень много. В соответствии вот с этой фазой, да, вот здесь вот такого вот, да, стремительного роста валютной пары, то есть ослабление рубля. Я думаю, что здесь, в принципе, динамика должна быть схожей, хотя, ну, непонятно пока на чем, да, потому что если здесь терять 7 рублей, ну, тут 6, да, с копейками, и за ближайший там месяц, то, ну, непонятно на чем, ну, вот волновой анализ, он такой, да, то есть паттерн формируется, фундаментал, в принципе, можно придумать, но вот он четко вот такого явного какого-то фактора пока особо не ощущается, вроде бы, наоборот, небольшая эйфория захлестнула фондовые рынки, вот, в связи с неколичным смягчением и снижением ставки от ФРС, ну, посмотрим. По крайней мере, по паттерну я предполагаю, что рубль будет ослабевать в район 70. Вот, ну, в целом с нашими ожиданиями, да, предыдущими, то есть здесь, в принципе, можно поправить уже, да, вот, это снижение, засчитать как состоявшиеся, и теперь ожидать, соответственно, рост валютной пары. S&P, S&P предполагался новый максимум, какой-то там очередной, да, и уход вниз. Я тут немножко посмотрел, посчитал, сейчас буквально несколько минут с утра. А, кажется мне, что вот здесь вот, наверное, все-таки лучше расставить волну вот таким образом. 1, 2, здесь все-таки 3, вот здесь 4 поставить, допустим, да, вот в такой виде коррекции. То есть двойная тройка сходящаяся, и потом волну 5. Смысл в чем? При такой длинной первой волне, удлиненной вот здесь, волна 3 может оказаться, ну, она короче первой уже, и чтобы она не была самая короткая в паттерне, соответственно, есть ограничения на рост в волне 5. Это, с одной стороны, хорошо для моделей, то есть какая-то появляется критический уровень, если все правильно определили, то он вполне четкий и обоснованный, и, конечно же, скорее всего, он будет соблюден, но если, соответственно, я здесь ошибся, да, вот в этих вот каких-то своих предположениях про остановки волну в паттерне, то эта волна 5 может, соответственно, критический уровень этот просто проигнорировать, 3, 153, ну, грубо говоря, 350, да, и пролететь со свистом наверх. Ну, я думаю, что, в принципе, здесь дивергенция определяется, зона перекупленности, соответственно, с коррелируемыми индикаторами, цена, в принципе, себя ведет вполне адекватно, какое-то еще небольшое проторгованное движение здесь допустимо, но я думаю, что мы, наверное, все-таки и 300 остановит нас, ну, а 350, мне кажется, однозначно, поэтому я бы здесь рассматривал вопрос все-таки на фиксацию покупок, если она у вас есть, ну, и там даже можно даже подумать немножко о шортах, но, опять же, все на свой страх и риск. Выше 3, 150 я бы никаких шортов точно не рассматривал, не держал, потому что если это все перестроится в какой-то корреляционный паттерн более крупный, тогда у нас рост будет там достаточно, может быть, агрессивным, тем более фундаментальные факторы вроде как бы сопутствуют, да. Все-таки рынки любят новую ликвидность, и если останется время, я там в двух словах покажу, что происходит сейчас на, вообще, на рынке РИПО США, и почему, в принципе, все-таки есть такая фундаментальная поддержка для роста индекса S&P. Ну, по бренду все никак не может состояться, мое финальное движение на 55, положенное. В принципе, все-таки, глядя вот на этот рост, вот на этот вот рост, он не сильно вызывает какую-то такую трендовость, да, но он больше похож на вот эти вот участки. Ну, да, какие-то колебания там, да, с постоянными пересечениями друг между другом, это не очень хорошо для нового паттерна, для развивающегося. Хорошие участки выглядят вот так вот, вот импульсные полеты, да, ну, вот видим по тренду, вот здесь тоже импульсные вниз, да, участки, ну, вот по тренду, ну, здесь, конечно, в конце, да, уже паттерна, но тоже какой-то вынос. Даже тут, наверное, и не импульс, тут просто такой сильный гэп, да, и потом его обратно заторговали. То есть я к чему говорю? Я к тому, что, скорее всего, это все-таки у нас превратится в какую-то коррекционную фазу, и цена сможет еще раз, да, сходить вниз, в район 55, то есть доделать вот эту коррекцию сложную, которую, в принципе, вот так вот, да, я попытался определить. Вот таким вот образом, да, то есть понятно, да, первая тройка W, потом волновая плоскость, скорее всего, двойная тройка даже такая вот коррекционная, как X, и потом у нас уход еще на Y. То есть на 55, в принципе, я жду нефть, это по бренду цена, ну, а, соответственно, потом, конечно же, выход на новый максимум на 75. Это, в принципе, вот такой мой базовый сценарий, который я пока придерживаюсь. Ну и тут, конечно, да, динамики никакой нет, немножко вверх, немножко вниз, по большому счету в районе там 62 диапазон какой-то держит цена, вот, но я думаю, что весьма долго это не продлится, однозначно мы уйдем либо выше, либо ниже, но я жду, вот, соответственно, снижения. Так, посмотрим, что по золоту. По золоту цена определилась, помните, да, был у меня такой тут, как бы, предположительный вариант, что может быть и через хай, как бы, разворот произойти. Все-таки 15.80, которые я тут, как бы, да, там, ожидал там снизу, немножко не доделали, буквально несколько долларов. Ну, ну и что? Ну, ладно, бывает, ничего страшного. Соответственно, ну, тут уже теперь, как бы, да, более понятно, что происходит. У нас есть несколько движений, да, с пересечениями, ну, по крайней мере, это либо клин, либо, соответственно, это четвертая волна к восходящему импульсу. Но восходящий импульс здесь искать, ну, достаточно, как бы, немножко, может быть, даже неуместно. Почему? Потому что это движение выглядит все-таки как трехволновое. И у нас такие модели, ну, вряд ли, это плоскость, да, что здесь вот 3, 3, 5. Скорее всего, это вот так вот как-то треугольником идет. Ну, вот здесь у нас будет тогда, получается, волна первая W зигзага, здесь волна X, а вот тут мы получили волну Y. Но все-таки, конечно, до конца полностью исключить выносы на снятие стопов нельзя. Ну, я бы рассматривал все-таки уже как торговлю по тренду, просто стоп бы я не ставил за самый максимум. Вот и все. То есть я бы понимаю, что, допустим, в моем предположении, да, по пропорции все-таки 15.80 цена может посипить, но и не более, то есть не сильно выше. Я бы где-то за этой отметкой бы формировал свои стопы, вот, и торговал бы таким объемом, чтобы это движение все-таки закладывать в цену, пока что-то здесь не наторгую. Ну, и, конечно, использовал бы перевод без убыток, если бы цена давала уже какое-то движение. Вот, но обработал бы от шерта. То есть у меня такое, как бы, ожидание по золоту. Почему, в принципе, здесь вообще, наверное, стоит торговать, потому что цели конечного золота в районе тысячи на всю эту коррекцию. Да, она будет продолжаться достаточно длительное время, то есть ни день, ни два, это понятно. Но, в целом, конечно, у этого инструмента сейчас должен быть какой-то, соответственно, период снижения для финализации всего паттерна крупного, который там вообще с 2000 начинается. Ну, а причина этому всему уже объяснялась, да, то есть сейчас, конечно, видите, там небольшой, как бы, да, аппетит возникает к риску у трейдеров. Опять же, понятно, почему поступают деньги, все вроде нормально. Ну, и, наверное, все-таки защитный актив, как золото, немножечко, чуть-чуть сейчас с ним в моде. Ну, и, опять же, да, долго это снижение не продлится, потому что все-таки у нас базаль 3, никуда его не деть. Золото возвращает себе, соответственно, не только как драгметалл, да, ну, и, соответственно, себе вполне нормальную функцию денег. Ну, а в ближайших там все-таки экономики не все хорошо мировой. Соответственно, к золоту обратятся, и, наверное, будет у него еще та же своя очень серьезная ведущая роль, вот, как у Дисны, установленной в истории человечества меры, единые меры стоимости всего и вся. Вот, пока люди ничего нового не придумали. Биткоин, ожидал я бы коррекцию поглубже, в принципе, она все еще развивается. Ну, наверное, может быть, в принципе, и хватить 8700. Ну, я бы еще посмотрел чуть-чуть, пока как бы не особо видно, чтобы цена готовилась. Хотя по биткоину особо, наверное, не увидишь. Просто вынесут, и потом только по факту можно узнать. Из чего состоит? Здесь есть 2-3 волновых паттерна, соединенных между собой, тоже зигзагом, связкой. То есть, это как бы не трендовая модель вниз. Понятно, что после такого импульса, скорее всего, это коррекция. Ну, и хотелось бы чуть пониже. Но, в принципе, если осторожно, с небольшими объемами, можно пытаться набирать. Вот, пытаться набирать. Поэтому, конечно, цена бы идеально зашла бы, если бы в этот уровень, в эту базу про торговку вернулась. И здесь бы встретила бы поддержку покупателей. Но это было бы вообще супер. Это был бы как бы топ-сигнал на то, чтобы на продолжение движения. Ну, а у нас, так как здесь 10 тысяч мы пробивали, и, допустим, там с 8,5, ну, просто нормально. Полторы тысячи долларов по движению за спасибо с одного биткоина. Как бы я от ланга, и от ланга бы я здесь думаю, что, наверное, с 8500 я бы уже точно бы что-то здесь покупать. Пытался по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот, ну, а там, наверное, даже и выше 10 все не закончится. Если примерно посмотреть, то тут, наверное, цель даже будет минимально допустимая. В районе, там, 11,5, что даже, наверное, чуть-чуть меньше. 11, наверное, все-таки 700, 10-700, извините. Вот такой вот, да, это просто вообще то, что как бы рынок точно даст. Вот, если в таком движении состоится, да, вся эта картинка. Ну, а цели, конечно, у нас новый максимум, то есть 14 тысяч. Вот, и даже, наверное, и повыше, но пока так вот. Пока, чтобы сильно не разгоняться в фантазиях, дождемся хотя бы здесь разворот. Так, австралиец. Австралиец у нас, ну, это большой, это инфрейм. Давайте попробуем пуститься на дневной. Да, была тут у нас, начнем у меня предположение о том, что этот диапазон немножко будет ценой соблюден. Тут у нас стройка, коррекция и еще выход наверх из него, проторговка и возврат обратно в диапазон. Ну, базовый сценарий у меня такой, что цена сходит на новый минимум. Вообще, есть такое понимание, что если шпилька эта была не на хаях и не на лоях, то есть, знаете, да, как цена так торгуется, потом кидается такой, да, шпиль, возврат и все, и цена туда же не возвращается. Если это движение по тренду, шпилька, а она вроде как по тренду, то есть мы уже вернулись в ее старт, мы уже его заторговали, то, в принципе, такие шпильки проторговываются на всю свою тень. То есть, можно ожидать, что цена, в принципе, вот вообще вот до этого уровня дойдет. Единственное, что я конечную точку, отметку этого шпиля, наверное, не стал бы брать, как за 100% рентиль, потому что и у брокеров немножко они разные, это зависит и от фильтров, и от ликвидности, и от всего, кто каких поставщиков использует, у того там цена примерно остановилась. Но вообще ориентироваться на это, конечно, так формально можно, если другие факторы у вас не противоречат. У меня, в принципе, не противоречат. Я этот участок как тренд не рассматриваю на данном этапе, да, просто как коррекционное движение к предыдущему нисходящему тренду. Поэтому, в принципе, посещение нового минимума на 0,666 вполне нормально, ну а поконкретнее на 0,65, ну это было бы вполне себе вариант по австралийцу вниз. Но опять же, да, учитывайте, таймфрейм, конечно, большой, понятно, что ни за день, ни за два, и прям сегодня, наверное, продавать, тут надо точку уже смотреть, искать, потому что все это будет, наверное, падать достаточно длительное время. И по доллар-иене, ну доллар-иене, понятно, да, в унисон с ожиданиями ослабления какой-то доллара сейчас. Я думаю, что и доллар-иену можно ожидать тоже вниз немножко на ослабление, вот, именно валютную пару. Ну а с точки зрения волновой модели выглядит это как какое-то более стремительное снижение. Дальше флетовый участок, то есть в виде паттерна, очень похожего по своим параметрам, как треугольник горизонтальный, да, и выход из него, ну что, на такое же что-то более-менее импульсное. Ну я вот тут базово 5 волн, в принципе, пытаюсь рассмотреть, вот с этой вот фазы. Грубо говоря, первая волна и вторая волна снижения, похоже, что готовы. Теперь, соответственно, остается ожидать 3, 4, 5. Да, ну отлично, значит, соответственно, ожидаю. Ну а уровень снижения этого, этой модели 92 примерно. 92 доллара за 1000 йен. Так что вот такие цели по японской йене. Посмотрю, сойдется или нет. Вот, в принципе. Ну и в двух словах, да, раз осталось немножко времени, по поводу того, как растет баланс ФРС. Давайте вот так вот откроем картиночку одну. Ну, что у нас, соответственно, происходит на долговом рынке. ФРС не КУЕ у них, но это действительно не совсем КУЕ. Почему? Потому что КУЕ было гораздо медленнее. У КУЕ были лимиты, которые они ежемесячно выдвигали на рынок, предоставляли рынку. Здесь сейчас не особо видно каких-то лимитов, сколько надо, сколько и дают. И вот этот рост баланса, да, он уже состоялся, там, по-моему, он здесь стартовал с 3-х 700, сейчас он уже пробивает 4-е 200, то есть они 500 миллиардов. Сколько прошло? Несколько недель. Ну вот, соответственно, я по большому счету вижу, что скорость роста, да, вот здесь в старт КУЕ был, третьего даже. Вот. То есть помните, да, первое, второе, если я не ошибаюсь, вот это третье. То есть скорость роста баланса Центробанка, ФРС, гораздо выше, чем было в момент количественного смягчения третьего по счету. Поэтому это не КУЕ, сколько рынку надо, столько и дают. Залили уже полмиллиарда, даже побольше, и, наверное, ой, извините, это 500 миллиардов, полмиллиарда, оговорился, 500, соответственно, миллиардов уже залили, то есть полтриллиона за месячишку, и, в принципе, полет нормальный. Сколько надо, сколько дадут, столько дадут, это, соответственно, может быть там и 50, и 100, и 200 миллиардов в сутки, если на рынке РИПО будет не хватать ликвидности. Достаточно просто выглядит механизм, ну, вот в таком сухом остатке. То есть, вы знаете, да, первичные дилеры выходят на рынок, какая-то все крупные банки и финансовые компании американские, они же являются, по сути, и маркетмейкерами. То есть, они просто берут деньги и поддерживают фондовый рынок. По факту все очень просто. Прямое финансирование того, чтобы держать, соответственно, фондовый рынок. Они же выступают там, на этом фондовом рынке и маркетмейкерами. То есть, как первичные дилеры, они занимают деньги, как маркетмейкеры, они просто их предоставляют в рынок. Поэтому, наверное, все-таки о серьезном падении по S&P в ближайшее время все-таки, наверное, думать стоит осторожно. Наверное, они дадут сколько надо, пока не наступит что-то еще. Ну, а, соответственно, будем следить за ситуацией, будем ее мониторить. Если что-то начнет ломаться в этом механизме в очередной раз, я думаю, что мы увидим. Вот, в принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Ну, если что, могу ответить на вопросики. Ясненько. Спасибо большое, Александр. Я вижу... Игорь Николаевич. Да, Александр, привет. Слышно меня? Александр, приветствую. Слышно меня? Да, да, слышно, конечно. Здорово, здорово. Виктор Смаль спрашивает, Александр, при рассмотрении движения цены, как начало новой волны, какой период времени вы берете, есть ли таймфрейм дневной? Так, ну, если дневной таймфрейм, надо, чтобы вы вполне смогли увидеть, что внутри. Допустим, вы видите какую-то шпильку дневную, да? Ну, свечу там, или бар наверх, или вниз. В зависимости от того, куда движение. Вот, чтобы заглянуть внутрь дневной свечи, нужно опуститься примерно на 1 к 4 соотношение. Посмотрите. То есть, 24 часа нужно поделить на 4. Около 8-часового графика вам нужно смотреть. Ну, а стандартный таймфрейм 4-часовой, вот на него и посмотрите. Понятно. То есть, вот так вот это, в принципе, выглядит. Все достаточно условно, конечно. Понятно, что, может быть, где-то понадобится там повыше, или хватит пониже. Но вот, если бы, допустим, я искал именно про бренд, но бренд ничем не отличается от других каких-то инструментов. Ну, видимо, Виктор хочет посмотреть это на как-то. Ну, давайте попробуем вернуться на бренд. И немножко по... Да, давайте только включим демонстрацию. Пофантазировать. Талантливо попрогнозировать. Ну, хорошо, если так. Нет, ну, иногда получается попрогнозировать, иногда получается пофантазировать. Так, ну, смотрите, сейчас как раз часовой график. В принципе, у меня и включен по бренду. Вот, чтобы в этой свече... Ну, вот давайте, да, вот у нас есть... Вы не знаю, куда вы хотите, я хочу посмотреть, допустим, движение, начало движения вниз. Потому что я уже объяснил, да, вот есть первое движение, второе, третье и четвертое. Пока это выглядит как четыре более импульсных движения наверх, из этого слово счастье не складывается, да, из этих составляющих. Нужно, чтобы эта вещь была нечетной. Ну, в примитивном понимании, вообще, конечно, количество волн для импульсов должно быть 5 плюс 4n. Такая формула есть. Где n простой множитель. То есть это либо 5, 9, 13, ну и так далее, да, 4 добавляйте. Итак, мы смотрим, допустим, у нас 4 штуки. Нам мало, нам нужно пятое движение наверх. Допустим, отсюда мы выйдем на high. Окей. Опускаемся ниже. Вот насколько ниже, да? Ну, как я сказал, можно четырехчасовой таймфрейм смотреть. В принципе, да, на других терминалах есть более нестандартные таймфреймы. На MetaTrader 4 там все немножечко олдскульно, да, соответственно, дневной и четырехчасовой. Ну, MetaTrader 5 позволяет поставить там, или там, допустим, еще какие-нибудь ресурсы, TradingView тоже. Можно ставить кастомные таймфреймы, какие вам удобно. Но соотношение 1 к 4. То есть весь паттерн, если хотите заглянуть внутрь, на 4, в 4 раза меньше по часовым барам смотрите. Это, в принципе, хорошо работает. Итак, что здесь можно увидеть у нас? У нас здесь можно увидеть с максимума самого хая трехволновое снижение, небольшой импульсный рост, который пока флетится, затраговывается, да. То есть вполне вероятно, что, в принципе, мы можем сделать обновление 62.30 и, соответственно, да, уйти вниз в продолжение, соответственно, коррекции. Либо даже через хай, то есть достроить какой-то пятый, но это импульсным паттерном здесь уже не является, потому что у нас после импульса какая-то здесь горизонтальная коррекционная структура. То есть тогда, если вот так вот еще достроят, ну, тогда получается вообще забор из непонятно чего растущего. И я думаю, что, наверное, все-таки вот этот максимум здесь должны удержать. В районе там 60, давайте точно скажу. 63. 63, в принципе, наверное, должны удержать и уйти ниже, соответственно, туда вот на 55. Ну, у меня такое предположение. Хотя формально у нас здесь первая тройка есть. Вот. Ну, вот теперь здесь как бы видно, да, структуру какую-то. Немножко не легче от этого, потому что... Ну, потому что здесь, наверное, все-таки не собрать пока импульсное движение наверх из этих вот нескольких дизигзагообразных конструкций. Наверное, лучше смотреть все-таки более глобально и окончание паттерна этого определять. Как, наверное, двойной зигзаг. Хотя могут и третий достроить. Но это совсем специфические такие варианты по нефти. Я бы, наверное, все-таки на 63 ориентировался. Ну, что еще сказать с точки зрения... Ну, вот здесь, допустим, да, в этом участке 4-часовой уровень, да, не сильно бы помог, потому что само по себе движение, с точки зрения даже дневного таймфрейма, большой ясности особо не несет. Вот, то есть, если рассматривать как часть продолжения, то вот попытался я уже посмотреть. Если в целом, то его и здесь на дневном видно. Ну, а я использую старшее движение, и если хочу заглядывать на волновой уровень ниже, то 1 к 4 соотношение примерно так оно хорошо раскладывается. Ну, вот, в принципе, все, что я могу вам тут подсказать. Спасибо большое. К литературу конкретную советовать сложно, кому что. Тем более, если вы читаете какие-то ресурсы и форумы, вы всегда найдете таких маньяков-адептов того или иного направления волновой теории. Конечно, все считают Библией это Фрост и Пректор. Вот. Но Фрост и Пректор, в принципе, достаточно такая книга для более академического извлечения волнового анализа, она неплоха. Я, соответственно, другой перевод, который также вместе с Пректором выполнялся, был сделан отечественным аналитиком Дмитрием Морни. Мне, в принципе, очень понравился его труд. Вполне достаточно красиво систематизировано. Есть к нему небольшой вопрос, но это вы с опытом поймете, обращать на это внимание или нет, если будете дальше заниматься. На первом этапе, в принципе, вполне-вполне. Столько, сколько там у него примеров, как все разжевано, как дополнительный инструментарий применяется, описан. Я думаю, вы не найдете нигде. Потому что Фрост и Пректор чисто более такой академический все-таки взгляд. Мало примеров с рынка вообще у них книги. То есть у них теория разжевана. Вот, допустим, есть там, не знаю, там, сдвигающиеся треугольники и все. А где примеры этих моделей? У Возного каждый вид паттерна на нескольких примерах расписан, показан. И вопросов к этому на самом деле нет. Там немножко в другом, да, вся суть у него. Но я думаю, что если вы до этого дойдете, в своем понимании волновой теории, вы сами сделаете для себя вывод. Там нет ошибки, там просто какое-то более математическое понимание. Если вы к этому не придете, ну тогда сейчас вам все равно бесполезно говорить мне. Потому что вы не уловите суть, да, вот этих всех противоречий. Ну а то, что он пишет, он там что-то сделал правильно, а что-то неправильно, это все нет большого ума у людей. Любят критиковать тех, кто ничего не делает сами. Поэтому Фрост и Проектор для начала, ну а потом еще и Возного, потому что примеров очень много красиво сделано. Поняли вас, Александр? Да, Антон Романчук спрашивает. По Евродомству, если цена уйдет в район 1.09.90, структура не сломается наверх, допустимо? Да, допустимо. Почему? Потому что если вот принять уже за базовый сценарий вот этот вот восходящий импульс, то слом этого импульса будет только аж вот здесь. То есть вот сюда, с точки зрения как бы до этого сценария, да, после импульса цена не должна возвращаться в рамках коррекции вот на уровень старта. Он очень далеко. То есть 0.9.90, нет, ничего пока не сломает. Как раз наоборот, наверное, все-таки выглядит так, что нужно закончить нисходящую вот эту вот импульсную модель. Ну, насчет импульсности тоже возникают вопросы, если заглядывать пониже. Но так или иначе, пока это выглядит как более стремительное снижение. Вот. И в рамках вот той самой вот волновой плоскости, в принципе, укладывается. Вот. Но примерно, да, в уровень четвертой волны, плюс заторговать удлинение, как раз примерно где-то здесь целевые отметки и есть. То есть формальный пробой там 1.10, я не считаю, как за что-то такое, да, будет сверхъестественное. Как раз наоборот, это примерно то, что мы, ну, как бы должны увидеть. Сильно ниже, наверное, все-таки не стоит, потому что... Вообще, да, если так посмотреть внутрь, цена немножко выдыхается. То есть движение идет менее заторгованное. То есть там, ну, ликвидности в нем меньше и меньше становится. Поэтому, наверное, в принципе, это все-таки финализация нисходящего паттерна. Вот, а никак не его начало и не развитие. Так что как бы ни выглядело падение евро безальтернативным и угрожающим, я думаю, что скоро ему придет конец. Так. Хорошо, спасибо. Извините. Сюда это куда? Ну, да, ну, да, в район 1.10, в район 1.10 снижение должно прийти... Забыл включить экран. Ну, простите. Я это все показывал уже, это просто как повторно. Цена должна прийти в район 1.10 по евро-доллару и там развернуться. Это примерно базовый сценарий. И это снижение с 1.1180 выглядит как затухающим. Ну, так вот на словах повторю. Я понял вас. Ясненько. Хорошо. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня. Удачи на рынке сегодня. Вам большое спасибо, что вы слушали. Всем удачи трейдерам профита на рынке. Вам, Илья Николаевич. Удачной и хорошей работы новой платформы, обновленной платформы. Чтобы, в принципе, на Ютрейде всегда было так же качественно, интересно, доступно, технично. Ну, и, соответственно, всем было приятно и удобно пользоваться в вашем сервисе. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Александр. Вам хорошего дня. Спасибо.